Сердечно-сосудистые заболевания как были, так и остаются основными в плане заболеваемости в нашем обществе. Именно сердечно-сосудистые заболевания остаются на первом месте среди причин смерти. Поэтому очень важно еще раз поговорить о профилактике заболеваний самого важного органа тела человека – это сердце. Медики утверждают, что существует первичная и вторичная профилактика. К первичной профилактике относятся всем нам известные факторы. Это рациональный режим труда и отдыха, умеренная физическая активность, ограничение в пище, поваренной соли, а также отказ от таких вредных привычек, как алкоголь и курение, и борьба с лишней массой тела. Все это позволяет сохранить рациональную жизнедеятельность человека. Вторичная профилактика – это уже медикаментозная и немедикаментозная профилактика. Проводится она дифференцированно с группами пациентов, которые уже имеют те или иные сердечно-сосудистые заболевания. С целью предупреждения рецидивов заболевания и развития осложнений у лиц с различными факторами риска. Заведующий кардиологическим отделением Артемовской ЦРБ Василий Владимирович Червяков рассказал представителям средств массовой информации, что по данным Всемирной организации здравоохранения, среди основных факторов внезапной смерти находится артериальная гипертония, сахарный диабет, гиподинамия, табакокурение и стрессы. Наличие даже одного из этих факторов увеличивает смертность мужчин, особенно в возрасте от 50 до 60 лет, в 3,5 раза. В сочетанное действие нескольких факторов, когда сочетается, скажем так, сахарный диабет, ожирение, дислепидемия, уже в 5-7 раз увеличивается фактор развития внезапной сердечной смерти. Ну, мероприятия, формирующие здоровый образ жизни, снижающие уровень факторов риска, они достаточно простые, их все прекрасно знают. Это отказ от курения тем, кто имеет эту пагубную привычку. У таких групп риска это снижает риск летального исхода практически на 40%. Ну, соблюдать гипохолестериновую диету, то есть придерживаться там, скажем так, пониженного содержания в пище гипопротеидов низкой плотности, каких-то жиров, трансжиров, чтобы этого просто не присутствовало. Казаться банально даже того же фастфуда. Ну, уменьшение потребления поваренной соли на сегодняшний момент там тоже разные мнения по этому поводу. Ну, если придерживаться тактики уменьшения приема поваренной соли 2,5-5 грамм в сутки, этого будет достаточно. Ну и, конечно же, снижение избыточного веса. Как его снижать, все прекрасно знают. Нужно бороться с гиподинамией, заниматься физической культурой. Статистика показывает, что количество сердечно-сосудистых заболеваний, во-первых, ежегодно увеличивается, а во-вторых, постоянно молодеет. Все зависит, на самом деле, от выявляемости и обращаемости пациентов. Но в среднем это все-таки, если мы говорим о мужчинах, то это уже от 35 до 55. А у женщин это от 50 лет и старше. То есть пока женщина активно менструирует, как говорится, у нее все в порядке с сосудами. Эстроген ее защищает. В последующем, конечно, это уже теряется. А у мужчины подавно эстрогена нет. Соответственно, они в любой момент могут получить седенческую катастрофу. Вот буквально на днях 22-летний инсульт к нам приехал, ишемический, без шуток, подтвержденный. Самый молодой инфаркт, который посещал кардиологическое отделение, был 32 года. Поэтому все мы находимся в зоне риска и надо себя держать в узде. Артемовский кардиолог отметил, что в период пандемии коронавирусной инфекции люди стали настороженно относиться к визитам в поликлинику. Именно по этой причине при появлении непонятных болей за грудиной люди боятся идти на прием к специалистам, изучая способы лечения в интернете. И тем самым способствуют появлению не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и сердечных катастроф. Обязательно нужно все-таки проходить диспансерные осмотры, обязательно проходить профосмотры. Если есть какие-то проблемы, не нужно обращаться в интернет, ну конечно, пожалуйста, но лучше все-таки прийти в поликлинику и задать вопрос компетентному лицу. Потому что тогда мы уже сможем работать с этим пациентом. Продолжение следует...